Субтитры предоставил DimaTorzok З вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про приватизацію об'єктів комунальної власності у Дніпрі. З нами заступниця директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради Альона Турчак. Альона Турчак – заступниця директора департаменту по роботі з активами Дніпровської міськради. Керівниця управління з питань комунальної власності. Має три вищі освіти. Навчалася в Українському хіміко-технологічному університеті, університеті внутрішніх справ та у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління при президентові України. Міській раді Дніпра займається питаннями приватизації комунальної власності. Хобі – біг, катання на лижах, читання книг. Альона, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Ви займаєтесь у міській раді приватизацією комунальної власності. Серед завданням, я от читав на сайті міської ради, є, зокрема, таке положення, як ефективне управління майном. Мабуть, це без середини оцінювати досить складно, але все-таки спробуйте, що значить ефективне і чи ефективно ви працюєте? Да, дуже складно оцінити саму себе, але є, допустим, в допомогі мені статдані. Тобто, якщо сравнить 19-20 роки, то доход в бюджет від моєї діяльності, від діяльності департамента, він увеличився. Тобто, якщо приблизительно говорити о цифрах, ми повисили на 2-3 мільйони, але ще рік не закінчився. Ще у нас до декабря є час, є час допродати, чи якийсь аукціон може бути дуже зв'язкий, чи дуже гривний. Це при тому, що у нас коронавірус, і у людей об'єктивно менше коштів стало. Так, але ви знаєте, вони стали онлайн-активні, тому що вони, опять же, сидять дому, які не виходять. І тому с коронавірусом тут 2 критерія. С одній сторони, дінек менше, с іншої сторони, вимень більше. І якій критерій у когось зіграє, неізвісно. Є дуже інтересні случаи зараз. Є позитивна динамика і негативна, тобто, в проведенні аукціонів. Якщо позволить програма, я це розкажу. Але по своїм данним, як я отработала, мені нравится, тому що вже превысили показатели ефективності предыдущого року на 3 мільйона. Це для мене такий стимул продовжувати роботу, тому що коммунальне майно должно уходити в частні руки. І коли людина мечтає, чи ФОП, чи ТОВ мечтає какую-то недвіжність приобрести для свого розширення бізнесу, для какой-то сети, то в любом случае це только в плюс городу. Город не в состоянии, як ми з вами на першій передачі общались, город не в состоянии там, де нет арендатора, не в состоянии його содержати. Це не потрібно. Це тільки оказывається балластом. І не хочеться, щоб деньги із міста тянулись для самого ж нужду міста міста. І це буде неправильно. Є ще дуже важний момент. Ми почали отрабатувати все більше і більше общення з ОСББ і з жителями. Зараз це прям упор такого нашого департамента, тому що в основному коммунальна собственность, вона знаходиться в жилых домах. І, естественно, жителі почали общаться з городською властью все більше і більше активно. І діалог вистрається превосходний. Тобто, якщо у когось в якому-то дев'ятиэтажному домі чи ще де-то є какое-то цокольне поміщення, котре тяжело отапливати, содержати, приглядати за ним, ми як департамент, естественно, їздимо з інспекцією, з якими-то проверками. Але це дуже складно охватить весь город. Тому, коли є сигнал от ОСББ і от жителів, ми зразу ж розуміємо, що це максимально быстро треба чи продати, чи здати в аренду. І дуже часто ми знаходимо арендаторів, які душевно живуть з жителями дому, але і уборка територій возле під'їзду, чи ще якісь якісь якісь, які потрібні і жителям, і самим арендаторам, вони це все роблять совмістно. І це превосходно, тому що менше щось, де-то якась клумба, де-то якісь заборчики з'являються. Це тільки приємно, наблюдається за цим процесом улучшений. Альона, от ми перед ефіром говорили, що якісь нові у вас повноваження з'явилися, чи по аудиту, чи щось таке. От давайте більш докладно про це розповімо. Аудит нет, у нас є корпоративні права, і у нас є дістіження в аренде. Так, аренда, аренда, ми про аренду саме говорили. Є дістіження про аренду, але вони вже, я зараз їх озвучу, немножко з опозданням, але, тим не мене, мені завжди приємно це озвучити, тому що після Покрова ми перший міст, який почав роботати з Прозору, именно в аренде. У нас наша київська власть немножечко, мягко скажемо, задержала нам весь процес аренды, минимум місяців на 8. І ми простаивали, що, я думаю, в ассоціяції міст, якщо заглянути, скільки було вебинаров і скільки було просьби, і ми молили уделити городам внимание іменно в цьому ключі, в цьому законі, щоб доділати його до кінця. Ну, очідування, звісно, пройшло, щоб почати роботу, пройшло 8 місяців, але, тим не мене, ми максимально быстро так соскучились, видімо, по роботі, максимально быстро втянулись в цю історію. Так, Альона, от ви згадали корпоративні права, якщо, скажімо, пересічному громадянину зрозуміло, що таке майно, що таке власність, то з корпоративними правами, напевно, складніше, да? От є серед завдань, знову ж таки, вашого департаменту, це управління корпоративними правами. Що мається на увазі, взагалі, що це таке? Тлумачний словник, що називається? Дякую, це все дуже просто. Город, горосполком, імеє в процентному соотношенні долі в яких-либо підприємстві. Це коли основувалися підприємства, можливо, місто, 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 в те годи, в будинку підприємстві якісь підприємства, чи просто яким-то поміщенням зашов на підприємстві. Це все якось вклад в основання якого-то заводу і так далі, фабрики. Все це було більш-менє тогда совмєстне, які-то долі. Вот ця доля, відчлененна в якому-то проценті, вона в виде акції в основному. І це називається корпоративні права. Тобто є, к сожалению, дуже багато фабрик, котрим владів місто, 10-13%, не важливо, вже ліквідувалися, оботротились. Як юридичні особи, так? Так, так. Тобто вони перестали функціонувати, вони перестали производством займатися. Це було вже дуже давно, ще до нашої каденції. Ну, вот, наприклад, то, що ми зараз, чем ми владіємо, це 33% 34 каналу. Город так і продовжує владіти цими корпоративними правами. Так, ну, він, в принципі, так поєднується з приміщенням міської ради, тому це дещо не дивно. Альона, а от взагалі, що мається на увазі під комунальною власністю? Що це може бути? Це може бути, я не знаю, об'єкт нерухомості, чи якийсь рухомий об'єкт, я не знаю, чи земля, от, чи все це разом. От що може бути, да, питання в тому, об'єктом комунальної власності? Об'єктом комунальної власності, то, що у мене в департаменті, це, наприклад, споруд, це об'єкт, це нежиле поміщення, це отдельно стояще здання, це то, що є на балансі у міста, у міста, у містського міста. Поэтому земля, конечно, тоже входит в эту часть, но это не объект, это уже другая формулировка, и этот департамент занимается отдельно, то есть он либо сдаёт в аренду, либо аукционы, продажи, это уже точно не моя функциональная обязанность, но это нельзя назвать объектом. А объект, да, это то, что можно потрогать, грубо говоря, то есть то, куда можно войти, и поэтому это первые, в основном коммунальные собственности, это подвалы, цоколи, первые этажи, характеристика у них такая. На пятом этаже коммунальной собственности быть не может, если это, конечно, не… Ну, все, может быть, приватизовано, да, еще до верности. То есть если это не, допустим, не все здание, не жилое, не жилое все здание офисное, как сейчас можно для того, чтобы зритель понял, да, офисное чаще в понимании, вот, и, конечно, там может быть и второй этаж коммунальной собственности, третий, у нас есть такие объекты, которые наши же коммунальные предприятия, как водоканал, например, они сидят в трехэтажных зданиях, они большая организация, они должны находиться где-то, департаменты, ну, точно так же и арендаторы находятся. Но если касаемо жилого, то жилым я не… Это отдельно, это департамент ЖКХ, да. Да, Алена, а взагалі, таких объектов по месту багато? Це сотни, це тысячи, я не знаю, це десятки тысяч? Около тысячи, больше тысячи. Больше тысячи, да? Да, больше тысячи. Но это то, что я в постоянном, скажем так, в ежедневном обиходе. А вообще есть еще такие, подбираюсь к последним уже оставшимся ЖЭКам, которые были ликвидированы очень-очень давно, и очень сложно поднять документацию. Но есть еще ленинский КВЖРЭП, который, ну, так скажем, по-простому умер давно. Вот. И его документация, где еще остались какие-то объекты недвижимости, которые раньше принадлежали городу, они и сейчас городу принадлежат. Но нужно поднимать документы, архивы и так далее, чтобы находить. И действительно, мы очень много находим. И оригиналов документов, ну, вот такие даже случаи интересные случаются в работе. Да, вот, до речи, я хотел уточнить, а чи багато взагалі, знову ж таки, можливо, не про порядок, а багато чи мало просто таких объектів, да? И чей статус, власне, є невизначенным? От є якась споруда, є якась будівля, да? А чия вона там, чи приватна, чи я какомусь ЖЭКу колишньому належала, чи ще комусь, невідомо взагалі? Вы знаете, наверное, скажу, скорее всего, много. Потому что, опять же, скажу большую благодарность жителям, которые обращаются и пишут. К сожалению, повод не очень радостный, потому что жители пишут о том, что где-то какая-то свалка, где-то какой-то сарай рушится у них во дворе, где-то рядом с домом непонятные вещи происходят, потому что заброшено помещение, здание и так далее. И приходится искать. Это, конечно, с одной стороны очень интересно, а с другой стороны хлопотно. Но очень хочется помочь людям и действительно вычистить город, дворы, красные линии, там, где город же должен преображаться. А за счёт того, что никто не знает владельца, невозможно сделать что-то хорошее. Потому что стоит без окон, без дверей какое-нибудь помещение или здание, и никто же, в него, кроме как определённой личности, никто не залазит. Потому что это чужое. А чьё именно, никто не знает. И я так понимаю, что место, и с этим, фактически, ничего не может сделать, ну, если продолжить эту тему. Почему? Мы как раз и занимаемся этим, и у нас очень довольно-таки хорошие успехи, потому что где-то до 20 объектов это уже точно, что мы приняли в коммунальную собственность со всеми документами. Чаще всего это же отдельно стоящие, поэтому ещё и землю приходилось оформлять для того, чтобы всё было правильно по документам. А на практике, как это происходит, вот, бачите, объект, там есть верные жители, ну, принятие, власно, в коммунальную властность. Ну, на практике, чисто бюрократичный такой момент. Чисто бюрократично, если вкратце, то занимает она год процедура, потому быстро в темпе это не получается. Но собирается очень много бумажек, я не буду перечислять, в какие инстанции мы пишем, для того, чтобы точно удостовериться, что это брошенное или кому-то принадлежит. Фонд Даршмайна ещё имеет очень много недвижимости, область имеет очень много недвижимости, поэтому всегда нужно согласовывать. Там тоже иногда свои беспорядки в документах, они тоже это всё пытаются структурировать, да, и собрать весь пакет документов. Это хлопотно, точно так же занимаются такой же работой. Поэтому мы должны у них поспрашивать, и, соответственно, во все такие державные органы, как, ну, к примеру, МЧС, там, ещё какие-то санитарные службы раньше были. Ну, колишний МЧС, РСГС, ЧС, да. Да. Воно уже сколько, роки всем, мабуть, на министерство? Да, да, извините. Да ничего, нормально. Я сам иногда называю их по-старому, да. Привычка, да, извините. Вот, поэтому вот много таких инстанций, куда обязательно нужно обратиться. Они должны у себя в архивах посмотреть, позаглядывать в каждые углы, чтобы просто действительно не сделать так, что чьё-то, чей-то объект недвижимости присвоить городу. Вот, поэтому иногда случается о том, что у нас очень часто пишут про садик на левом берегу. Люди обеспокоены тем, что у них во дворе там большое, плотная, плотность населения очень большая. А садик стоит разрушенный, в нём дети, интересно, им же интересно туда зайти, это же не очень облагороженный объект, им куда-нибудь, где пострашнее, видимо. Всем им было детям, мы так всегда понятаем. Я тоже себя прекрасно помню, нас искали в гаражах, а не на площадке. Вот, но в любом случае люди хотят, чтобы этот город взялся, а кому им ещё обращаться? Они, естественно, пишут на Меськову голову о том, чтобы он посодействовал и нашёл. Но мы знаем властника, это частный, это частный владелец, и сколько бы мы к нему не обращались, результата нет. Да, он когда-то приобрёл на честных, там, просто сделка купли-продажи, да, кто-то когда-то продал ему этот объект. Ну, на той момент, мабуть, были такие правила, да, и он его выконал. Всё честно, всё законно, никто не оспаривает его законность приобретения, но объект недвижимости находится в ужасном состоянии и приносит угрозу окружающим людям, которые проживают рядом в домах. И вот тут очень тонкий момент, обращаться ли в суд городскому голове, ну, не лично, я имею в виду, а департаменту юр. управления, о том, чтобы как-то принудить владельца частного привести в порядок своё владение. Или предложить ему продать, но тогда надо следующий вопрос. А, ну, в частных тут, в районе, да, не может вплинить. Да, город, то есть попробовать ему навязать какое-то мнение, это очень сложно, потому что он частный владелец, а частное право у нас защищено Конституцией. Да, Альона, вот, до речи, не планував питати, але все ж таки, вы згадали, что есть там какие-то объекты, которые належат державе, фонду держмайна на территории города, есть какие-то областные. Вот сейчас, минулой сессии, здаясь, ликвидировали районы и приеднали их, фактически, до районной ради, до города, приеднали. Ну, на балансе районов тоже были какие-то там объекты, да, нерухомостей, или правильно, я понимаю, что они, де-факто, переходят под место, под управление Минской Ради. Абсолютно точно, вы все правильно поняли, но зная эту ситуацию, мы предупредили эту историю, и мы уже все у них забрали с баланса. То есть, я имею в виду, мы, департамент по работе с активами, мы плотно работали, потому что это за одну минуту не делается, это очень сложный процесс. И поэтому даже здание районных рад, районных советов, мы, департамент забрал на баланс коммунального предприятия своего подчиненного и сдал в аренду за гривну, как это положено, за гривну райсовету. И они вот какое-то время, год-два сидели в арендованном помещении, имея полные права в нем находиться, там что-то подремонтировать, если где-то что-то нужно подбелить, подкрасить. Но, тем не менее, у них на балансе уже все было вычищено, для того, чтобы потом, когда начнется процесс ликвидации их как юрлица, не было вот этих дополнительных сложностей еще с передачей документов, с передачей объектов недвижимости. Ну, до речи, стосовно комунальної власності, знову ж таки, стосовно визначення, чи погоджуетесь ви с такою тезой, что фактично это комунальная власность дорівнює власность территориальной громады? Так, все вокруг народное, все вокруг моего. Конечно. Воно так и есть? Конечно. А вот, смотрите, вот, каждую сессию выставляется там по 10, там, мабуть, побольше, по 20, по 30 объектов на продаж, власне, для майбутньої приватизации. Вот, че означает это, что місто, да, міськая рада не є эффективным власником у таком випадку? Не соглашусь с вами, потому что для того, чтобы зарабатывать или приносить доход, в любом случае надо с чем-то попрощаться, да, чтобы что-то купить, надо что-то продать. Поэтому здесь срабатывает обычный принцип, если мы не можем охватить какие-то, либо слишком маленький объект сдать в аренду, либо слишком большой, тоже найти ему применение, то, естественно, мы будем искать частного частника, который это приобретет. Я вам хочу сказать, я говорилась ранее о том, что есть и минусы, да, вот, в системе Прозора и вообще в аукционах. Так вот, одним из минусов является то, что на данный момент все настолько увлечены работой онлайн или, как это сказать, участием в аукционах онлайн, что некоторые абсурдные ситуации доходят до того, что люди, которые побеждают, юрлица или физлица, неважно, они даже предварительно не заказывали предпросмотр помещения или здания. Вот скажите мне, пожалуйста, да, вот когда вы хотите купить недвижимость, сколько бы средств у вас не было, вы в любом случае захотите ее посмотреть, ну, открыть дверь, увидеть конкретно, что это вот это помещение, что это, я понимаю, фотографии, они и есть, но их там две-три штучки для того, чтобы просто понимать состояние помещения, да. Вот люди настолько заигрываются, им вот это еще нравится не в качестве принять участие в жизни города, на самом деле, как честному человеку, который действительно хочет приобрести какую-то недвижимость и вложить туда деньги для развития дальнейшей своей истории финансовой или там своей фирмы, а вот просто поиграться. Удивительные случаи, но тем не менее они бывают. Да, вот, до речи, стосовно випадков, можливо, один-два на ЗВТ, какие-то цикавые випадки саме с приватизацией, можливо, какие-то властники, там новые такие цикавые особистисти были, будь ласка. Не могу сказать про собственников, потому что, опять же, перешли все из-за ковида в онлайн и до того мало с кем пересекались, потому что биржа присылает протокол, мы его подписываем, мы смотрим, если нарушения нет, перепроверяем документы и больше, в принципе, нам ничего не нужно. Мы можем только встретиться у нотариуса, единственная точка пересечения. А вот то, что касается каких-то таких одиозных личностей, не встречала. А вот то, что касается интересных случаев, у нас было два аукциона, они абсолютно полярные, они мне очень нравятся. У нас на Фрунзе-3 было куплено 20, я буду округлять, скажем так, у нас было 20 квадратных метров на Фрунзе-3, это центр города, все равно это считается центр. Били вокзалу, да. Конечно. Куплено за 25 тысяч гривен, это, я называю цифры, приблизительно с НДС, там хвостик просто не называют. И в другом, и через месяц буквально, там, может быть, через два, то есть такая низкая цена, но это просто. А через месяц-два было куплено практически без 40 тысяч за миллион, в 18 квадратных метров. Приблизительно там, да? Нет, на Карла Маркса тоже, но только вверху. Карла Маркса, проспект Дмитра Яворницкого, 20. То есть, вот такая, да, вот маленькие объекты, но они продались совершенно в полярной... Не, ну, возможно, на Яворницкого, 20, там, трешки дорожче, але чтоб таки розбег, да. Да, вот разбежность, я считаю, колоссальная. Мы действительно это отметили как то, что интересно озвучить. Был также интересный случай по продаже одного объекта. Сейчас на данный момент объект не оплачен, но можно сказать, что если протокол подписан, это уже как бы намерение покупателя, будущего покупателя, такие четкие намерения приобретений. Но он покупал объект на первом аукционе и отказался, и потерял, наверное, около 60 тысяч гривен залога, потому что был объявлен победителем. Аукцион объявляется системой Прозора повторно. Он опять побеждает. Мне даже интересно на него посмотреть теперь уже. Он опять побеждает. Сумма покупки гораздо дороже. И вот он, наконец-то, соглашается покупать, приобретать. Что в данном случае побудило таким действием, мне неведомо. Но как интересный случай, наверное, расскажу. Ну да, цикаво. Олена, а че доводится, Алена, извините, да? Спасибо большое. Че доводится выставлять на продаж, скажем, такие объекты, которые есть надбаньями культурной спадщины? Ну, скажем, местево, значит, напевно, национально вы с таким, я думаю, не стыкались. У нас их буквально деколька по месту. Да. Был, да, по-моему, пару объектов таких было, но там есть определенные условия. Это у нас есть департамент по охране культурной спадщины. И мы с ними всегда в тандеме, потому что в данном случае должен быть охранный договор предварительный. И там много всяких таких моментов, чтобы тот человек, который приобретет эту культурную спадщину, он должен, прежде чем покрасить фасад, посоветоваться. Не просто посоветоваться, а документально это оформить. То есть и паспорт фасада должен быть. И если вдруг человек захочет, ну, было там одноэтажное здание, а ему очень хочется построить еще сверху два этажа, то, естественно, он далеко от наших управлений не может отойти, потому что они должны ему давать на каждое его решение, должны давать ему разрешение. Это, конечно, усложняет дальнейшее использование, но если ты берешь историческую ценность, то, наверное, ты готов к этим немножко небольшим испытаниям для того, чтобы взять какую-то конфету. Потому что хочется, чтобы и культурная ценность наша местного значения тоже оставалась в городе и реставрировалась, и мы на это все дальше, проходя мимо, жители любовались. Они сносили и ставили, что хочется. Ну, есть такая скандальная ситуация с колышним ДК Ильича, когда властник купил, это памятка месивого значения, и он через суд хочет вывезти из этого перелеку, чтобы побудовать или перебудовать, как заманиться. В принципе, мы много про это говорили и писали, но, в принципе, теоретично, возможно, что, скажем, человек купит какой-то объект, который есть памяткой, а потом самочинно ее перебудет. И что тогда будет? Вона повертается до города? Или иди судовая тяганина? Вот как это? Если покупатель нарушил условия договора, охранного договора, это все, то есть, когда она переходит, такой объект недвижимости переходит в частную собственность, в любом случае, наш департамент по охране культурного наследия, они наблюдают за этими, то есть никто не бросил, перестало быть коммунальной собственностью, бросили и не смотрят. Наоборот, еще больше обращают внимание, что происходит и какие ведутся работы. То я вам хочу сказать, помимо судов, отстаивания позиций охранных договоров, это очень легко делается и может вернуться в коммунальную собственность, может такое случиться. Потому что если уж совсем пренебрегать пунктами, которые прописаны четко и в законе, и в том договоре купли-продажи, который основан на охранном договоре, естественно, полное нарушение. Поэтому может такое случиться. И я считаю, что абсолютно неправильно частному владельцу обращаться в суды и пытаться убрать из культурной спадщины такие объекты. Альона, у нас лишается буквально одна хвилина, но у меня еще есть два вопроса, поэтому очень коротко, если можно. Вот выставляется каждую сессию по 20-30 объектов по-разному, да? Да. С вашей точки зрения это много или мало? Это, так скажем, та золотая середина. Можно даже немножечко больше, потому что в городе достаточно объектов, которые можно еще и еще выставлять. Никто не говорит, что вот за год продались и закрыли департамент. Нет, есть еще что-то сдавать в аренду. Есть еще уйма всего, что уже сдано в аренду. И, естественно, мы работаем с этими арендаторами до последнего их желания либо выкупиться, либо отказаться от аренды. И мы тогда находим следующих. Поэтому работа не то чтобы не уменьшается, ее, по-моему, прибавляется. Поэтому мы видим и доход в бюджет, который мы делаем, и, в принципе, то, что у нас есть еще с чем работать, я думаю, что это золотая середина, это количество. Да, Альо, там буквально 10 секунд, да? Вот вы перехопили мое вопрос, но все же таки, если продасте все, чем будете заниматься? Я не думаю, что я на это способна все продать. Мне еще хватит пятилетку поработать. Дякую. Нагадаю, сегодня мы спілкувались с заступницей директора департамента по работе с активами Дніпровской міськой Ради Альоной Турчак. На все доброе. Редактор субтитров А.Семкин